Здравствуйте, меня зовут Сергей Крутов и это шоу 5 минутка. Нужен телефон мой, чтобы я это 5 минут засекал реально. Ага, старт, да? За 5 минут я разбираю какую-либо тему. И тема нашего сегодняшнего разбора, на чем экономит ресторатор, самая большая ошибка, по моему мнению. Итак, поехали. Включаем таймер. Самая распространенная ошибка ресторатора – это экономия на гости. Как бы странно это ни звучало. Теперь я приведу пример. Когда новый собственник, новый ресторатор хочет открыть свой проект, что он делает? Он заказывает бизнес-план, чертеж, начинает закупку различного инвентаря, оборудования, стройматериалов и прочего. И делает ремонт. И вот, предположим, у него есть какая-то сумма для ремонта. Например, это 10 миллионов рублей. Но как вы все знаете, когда ресторатор или любой человек делает ремонт, то сумма увеличивается. И если раньше он хотел купить краску за 1000 рублей, то сейчас он понимает, что у нас стоит уже там 1500 рублей. Если хотел стройматериалы купить за одну сумму, сейчас они стоят значительно больше. И он тратит деньги, потому что они у него просто есть. Что происходит дальше? Ремонт вот он уже более-менее сделал, трубы электричества у него уже проложены, вода, как говорится, пошла, стены уже покрасили, начинает делать интерьер. Когда он сталкивается с интерьерными делами, здесь та же самая история. Вешалка стоила 5000 рублей, а сейчас она стоит 7000 рублей. Но деньги-то у него есть. Фактически ресторатор что делает? Он строит свой ресторан и расходует деньги из своего бюджета. После того, как он уже подходит к финалу, к завершению, он нанимает себе шеф-повара, управляющего, и эти люди начинают делать меню. И вот здесь приходит самое интересное, потому что фактически основная затрата, которая была в ресторане, она уже пройдена. И денег у ресторатора-то не осталось, потому что все он потратил на то, чтобы вот здесь вокруг было красиво. И он начинает вместе с своим шеф-поваром закупать посуду, вазы, соломки, салфетки, ну и прочее, прочее, прочее. И когда шеф-повар начинает предлагать посуду, ресторатор ему говорит, это дорого, а давай другое рассмотрим. И что у нас происходит? Фактически происходит следующее, что он данным решением экономит на своем госте, на своем потребителе. И когда приходят гости в наш ресторан, они садятся за стулья, берут там трог, касаются стола, ваза, тарелки, в которые мы подаем еду. И тактильно они ощущают то, что вокруг них. То есть он не понимает потребителя, что вот эта краска, допустим, на стене, она стоит не 1500 рублей, допустим, а 1000, ну или огромное количество других затрат, которые понес ресторатор. Но потребитель, гость в ресторане, он точно понимает те вещи, которые его окружают сейчас, в данный момент. Он их тактильно ощущает. И на вот этих всех вещах, на этих всех составляющих, в основном рестораторы и экономят. Я считаю, что это в корне неправильно. Я предполагаю и советую рестораторам, которые планируют свои новые проекты, вот эту часть затрат прописывать, учитывать в первую очередь. Если вы изначально уже спланировали все вот эти, как я их называю, тактильные составляющие своего проекта, и вы их изначально закупили, спланировали вместе с своим шефом, тогда уже вы не попадете в такую яму. Теперь что делать, если вы уже сейчас на данный момент открываете ресторан, и денег у вас не осталось? Сэкономьте на оборудование. То есть если изначально вы планировали большое меню, мясо, рыба и кучу всего, копчение, что-то еще, пообщайтесь с своим шефом и скажите ему, шеф, у нас не остается денег, давай мы посмотрим, что мы можем сделать. Тогда вместе с шеф-поваром спланируйте просто то оборудование, которое вы не будете закупать. Но не экономьте на салфетках, на то, что будет касаться ваш потребитель. Потому что возможно вместе с шеф-поваром вы берете часть оборудования, скорректируете свое меню, и те блюда, которые вы будете давать в своем ресторане, они будут высокого качества, из качественных продуктов, подаваться в качественной посуде. И тогда в целом у вас будет все на очень хорошем, высоком уровне. А в дальнейшем уже, когда вы как ресторан будете рентабельно, успешно, и вы заработаете деньги, тогда уже вы можете позволить себе другое высокотехнологическое оборудование, на котором ваш повар уже будет готовить совершенно другую кухню, другие блюда. Вот такой вот вам совет. За пять минут как раз таки я убрался. Если у вас остались комментарии, обязательно пишите их, ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.